Здравствуйте! Сегодня у нас ваша любимая АСМР прийдет за минуту. Да ладно, прикалывайся, елки-палки. Переходим на крупный план. Приветствую, друзья, еще раз. Надеюсь, вы не восприняли всерьез мою вот эту заставку. Я еще не настолько потек своей кукухой, чтобы уйти в эту новодную модную тему. Хотя, если посмотреть, какое количество просмотров у этих шубтунов и какое на нашей теме, еще вопрос, у кого поехала кукушка. Так что, такие его дела. Ну да ладно. Итак, чем будем сегодня бриться? Бриться будем сегодня лордом 122-ым. И те, кто давно на моем канале, прекрасно знают, что им я уже брился. Но, как оказалось, что это был не совсем тот лорд, про который все знают. Это лорд оказался левым. Вот он он. Лорд 122, собранный пакистанскими детьми. А это лорд 122, собранный египетскими детьми, как положено. Несмотря на их визуальную схожесть, на самом деле, между ними пропасть. Это ультрамягкий станок, это, зараза, ультразлой станок. Ничего злея я, наверное, не встречал. Ну, разве что, может быть, таймлиц-бронз на гребенке. Вот примерно на уровне. Такие вот дела. Так что, не верьте глазами своим, как говорится. По внешнему виду, конечно, есть небольшие отличия. Накатка здесь хуже. Здесь она чуть-чуть получше. Этот станок уже ржавеет. Этот вроде никелирования имеет более-менее порядочное. Ну и, конечно же, лезвие. Не знаю, получится ли показать, как лезвие стоят здесь. И как лезвие стоит... Блин, фокусируйся. Вот здесь. То есть, здесь лезвие практически лежит на горде. А тут торчит... Фактически прямо. То есть, вот этот станок у нас для бритья. А вот этот станок, чтобы, я не знаю, стружку шли поснимать, наверное. Для лаптей каких-нибудь. Так что, сегодня будем бриться вот этой штукой. Надо нам, 122-й лорд, сегодня реабилитировать. Предоставил его на обзор, кстати, Анатолий. Анатолий, приветствую. Спасибо большое тебе за станочек. К тому же, он вместе со станком прислал вот такое мыльцо. Когда-то мне присылал уже один команд по имени Александр. Это мыло... Артизанское. От конторы Перл. То есть, индийское. То бишь, вот эта вот индийская контора у какого-то артизана своего местного закупает это мыло. Мыло Кроп. Чуть-чуть плотнее Семеры. Очень неплохое мыло. Мне очень оно понравилось. Поэтому сегодня с удовольствием его еще раз прокачу, так сказать, по своему фейсу. А автошевица будем вот этим. Блин, я забыл, как называется. Какой-то универсальный одеколон, что-то там. Это тоже прислал Анатолий. Короче, универсальный одеколон. От какой-то новой фирмы. Ну что, поехали бриться. Ну, я, как обычно, забыл указать половину участников. Ну, во-первых, это Курт Помазок. Мы им брили сарлок. И Лезвие Персона Апач для небритых патч. Вот. А, ну и Чаша Вулкан. Для нее рифму я не придумал. Все, поехали. Итак, о чем сегодня будем бриться? Какая у нас сегодня будет тема для бритья? Я так подумал. Я решил, что сегодня мы поговорим про сравнение мыло. А точнее, как правильно сравнивать различные бритвенные мыла. Ведь со станками более-менее все просто. Там более-менее есть какая-то объективность. Достаточно просто ставить одни и те же лезвия, пару раз повриться. Более-менее что-то становится понятным. Ну, ведь, по крайней мере, там недельку повриться. И ты уже примерно понимаешь, а как сравнивать мыло правильно. Мне, как производителю мыла, собственно, мыловару, эта тема очень-очень интересна. Итак, начнем. Прежде чем рассказать, как сравнивать, собственно, мыло, давайте немножечко вернемся назад и вообще поговорим про то, какие мыла существуют в плане работы. В чем между ними разница. Я для себя выделил, на самом деле, два вида, скажем так, двух крайностей мыла. Возьмем их на основе моих же баст, 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 сорокопятки и семеры. Это не только потому, что я тут сама рекламой занимаюсь, что по-любому имеет место быть. Ну и потому, что эти мыла делал я сам, и, соответственно, я сам задавал определенные свойства. Вот, сорокопятка. Нет, давайте лучше с семеры начнем. Семера. Мыло, так называемая, как я его называю, защитная маска. То есть, мыло создает очень плотную, достаточно, пленку, пену на лице с высокой внешней защитой. За счет чего мы можем очень сильно скоблиться. Долго. Но, минусом этой базы является тот факт, что оно немножечко имеет свойство липнуть. Особенно это у опасочников, нам один камрад жаловался, и у людей, которые пользуются не с останками, не с сильно развитыми пенотводами. Семера очень быстро забивает их. Вот. Плюс, оно не так размягчает все-таки кожу, она не настолько впитывается в саму кожу. Она работает снаружи. Сорокопятка. Все в точности наоборот. Пена текучая. Как бы вы ни набрали воду, много-мало, в любом случае она остается текучей. Оно хорошо размягчает щетину, напитывает щетину, кожу, ну и щетину в том числе. Делать кожу более эластичной и менее травматичной. Обратной стороной этого является то, что то самое по скольжению у этой базы похуже. Тут масло снижает по скольжению на самом деле, а не избыток. Вот. Такие дела. Есть еще третий вариант. Мыл, который у меня недавно сам познакомился, это мыло с высокой щелочной реакцией. То бишь, тех, кого не как положено, там, PH от 7 до 9,5 единиц. Как у большинства мыл косметических, бритвенных и тому подобных. Там за червонец уходит. В чем плюсы таких мыл? Плюсы в том, что, во-первых, такое мыло фактически щелочной реакцией превращает волос в паклю, которая любым лезвием просто обсыпается. То есть, гладко обстановится бритье. Плюс, если оно вообще за 1 единиц по PH, оно в какой-то степени даже омыляет, собственно, и всему вашей кожи. Делая и скольжение по скольжению великолепнейшим. Минусы. Минусы то, что вы платите за это своей собственной кожей. Потому что нарушаете липидный барьер, портите в какой-то степени структуру и волос, и кожей. Вплоть до того, что может чтена даже перестать нормально прорастать. Но это не у всех. Если у вас высокий липидный барьер, сильный, скажем так, и вы не постоянно пользуетесь тиммелом, а время от времени, вы можете этого не заметить. Но если вы пользуетесь одним и тем же мылом регулярно, и вы начинаете замечать, что у вас волос стал почему-то лицо шелушиться, появился дерматит, еще какая-нибудь бяка. Первое, на что бы я обратил внимание, купить PH-полоски и замерить то мыло, которое вы грите, с какой у него PH. У натурального мыла PH варьируется где-то от 7 до 10. При этом, ну реально, на самом деле, где-то 7,5-9,5. Если PH ниже 7, либо выше 10, вот это уже говорит о том, что в мыле есть какие-то, скажем так, ненатуральные компоненты. При его создании использовались. Это если PH меньше 7 единиц, если выше 10 единиц, то опять же, либо какие-то непонятные там сульфаты, рассульфаты, либо мыло просто нормально не вызрело. Такое тоже может быть. Вот. Итак. Переходим, собственно, теперь к теме сравнения. Как сравнивать мыло. Как я считаю, надо сравнивать. Как я это делал до того, как еще стал даже мыловар. Делали это очень просто. У меня есть мой самый первый, собственно, станочек Р-89. Я прекрасно знаю, как он работает. И есть постоянное лезвие. Спутник. Самый, так скажем так, попсовый. То, что популярный и везде можно найти. И вот с этим набором я всегда проверяю новое мыло. И никак по-другому. Меня просто немножечко добивает, когда люди начинают сравнить мыло. Говорят, вот вчера я брился R-41 с вот этим вот мылом. А сегодня я там бреюсь с каким-нибудь Масамуны, твоим мылом. Что-то они как-то совсем по-разному эти два мыла работают. То мне вчерашнее понравилось, больше пробрился, лучше. Чувак, ты брился другим станком, другим лезвием. Откуда ты знаешь, что это сработало именно мыло так? Как можно так понять? Сравнить можно только, когда вы бреетесь. Одной и той же связкой меняете только один компонент. Если вы сравниваете станки, вы оставляете постоянное какое-то мыло и лезвие. Если вы сравниваете мыло, вы оставляете станок, лезвие какое-то постоянное. Но меняете мыло. если соответственно лезвие оставляйте все кроме лезвия вот и это не за один раз делается уж точно я как делал первое обретет всегда с двухдневной щетиной потом последующие два с однодневной щетиной то есть каждый день три дня подряд в рубах горябре с одним тем же мылом вот этим для теста и тогда делаю какие-то по нему выводы так навели пленку поехали бориться конечно же еще один добивающий немножко меня момент когда начинается у него нет по скольжения троллевали мое личное мнение что единственный параметр который надо отслеживать мыли когда вы бреетесь точнее ладно два параметра это состояние кожи после бритья механическая то есть у вас не пек грубо говоря спиртовой лосьон сильно и второе то что у вас кожу не сушила а было во время бритья с подскольжения не было какая раньше было может работать по-разному основная его задача сохранить ваш кожный покров и желательно еще его как-нибудь ну может даже напитать чем-нибудь полезным и приятным для куб для шкуры тут же начинается нет по скольжение она не блестит она матовая на укрывистость у него не такая ну конечно хорошо когда это все есть там и по скольжение есть и там она и все блестючее и укрыве то есть как у эмульсионной краски но это все вторично лично я допустим бы лучше бриться каким-нибудь там завоздушным мылом матовым там с прогалами но который хорошо защищает кожу позволяет хорошо побриться чем там с очень красивым визуальным мылом создающим красивую пену но с никакой еще механикой в идеале конечно лучше когда есть все тут недавно с товарищем спорили ну не спорили переписывались в группе на bbs писал что вообще не понимает вот это фишки с разницей в мылах я типа с любой твой пользу сама все одинаковые там тем пользусь она такой же как то вы все это типа надуманное вот не согласен с ним единственно чем я соглашусь что вот эти вот баллы с труба говоря там когда вот это мыло я оцениваю в девять с половиной баллов а вот этого 10 с половиной но это конечно глупость мыло можно грубо говоря разбить потекут категориям там фиговая нормальная хорошая очень хорошая топ и все и вот какой-то вот сурбаря список мыл в каждую из этих категорий закинуть но между собой вот это мыло 9 баллов вот это 10 баллов но как можно их так сравнить это как надо недели две биться одним и лом потом неделе биться вторым и лом потом опять недели биться одним но потом недель 2 биться вторым и вот этот один балл может быть каким-то чудом и почувствовать. Но это, по сути, мне кажется глупость, по большому-то счету. А вот по категориям, да, и разница между мылами все-таки она есть, извините, друг. Но, соглашусь, самое главное, не какая механика мыла. Работает она на наружную защиту, работает она на воздействие непосредственно на кожу. Самое главное состояние кожи после бритья. Это самый главный параметр мыла. Так. Панел теперь можно, собственно, рассказать про участника. Итак, мыло Coffee Hope от конторы Перл. Мыло веганское, но офигенное. Более всего напоминает мне собственную Семеру, она даже немножечко больше склонна в штукатурность. Оно немножечко более такое визуально, скажем так, даже приколистое, потому что оно такое все блестющее-блестющее. Но мыло отличное. Вот прям вот ничего плохого про него вообще сказать не могу. Молодец тот индус, который его варит. Пахнет мыло. Написано Coffee Hope, но никакого кофе я здесь не почувствовал. А вот с шоколадкой какой-то, со специями, да, запах есть. И визуально оно такое приколистое. Вообще его хочется просто взять на хлеб намазать и съесть. Как и Семер, это мыло, грубо говоря, снаружи вот это вот, создает вот эту вот самую защитную маску наружную. Оно не так сильно воздействует на саму кожу. Но снаружи у вас такой плотный, конкретный буфер защитный. Как по мне, самое прикольное с таким мылом быть с мягкими штуками. Там, где надо шкряпаться. Когда станок агрессивный, где там одно-два движения и уже все чисто, как раз лучше вот мыло типа вот то же самое мои 45-ки, либо да, то же самое табак. Или витос. Или кто еще у нас на был прикольный? А, этот ТОПС. Да, пена у него так себе, но в пароводе ТОПС более чем достойный. Это мыло, имеется в виду, крем не пробовал. Крем не пробовал. Завершающий, в принципе, в чашку мы ни разу еще не лезли. При том-то, что здесь достаточно хиленький, такой помазочек 24 мм, не сильно так, с большой набивкой. А мыло нем еще дофига и больше. Подзагустело, немножечко разобьем. Так, просто ночик. Лорд 122-й настоящий, не левый. Очень мягкий, очень прикольный станок. Им невозможно выбриться практически в ББС. В ДТС, да, то есть ежедневник охрененный. И стоит копейки. До спору очень многим кратно, более дорогим станкам. И визуально, конечно, алюминиевая жестянка, а не станок. что сделать, жату и цена. Руки брать его не хочется, но бриться им приятно. Надо себе все-таки уже склерозник какой-то, знаете, заводить перед бричем. Пометь какие-то стать. Я уже чувствую, что я что-то забыл, что хотел рассказать. Ну что, вспомнить не могу. Вспомню, когда выключу телефон. на стыночек можно придавливать спокойно. Лизы очень далеко от кожи. Не сильно, конечно, совсем сильно будете давить. Тоже, стружку снимете. При этом нормально не пробрейтесь. Все равно станок все равно не позволит. Но сливанцом придавить можно. для визуальной, так сказать, чистоты. по скольжению мыло зачетнейшее. на лице как будто медузу кто-то растер. Ну, короче, все, хорошо. Пробуем универсальный деколон Он вроде как и для подмышек И для тела, и для лица Помню, когда-то была такая контора У них там было какое-то средство Которое можно было закапывать Чистить рыбу, мыть машину И использовать для прочистки, по-моему, труб Или что-то такое Со спиртиком И с ментолом Запах Свежий какой-то травяной Простенький, немножечко химозный Ну, вполне себе приятный Я так думаю, что это средство очень недорогое Поэтому Почему бы нет Такие дела Ну что, засим все Надеюсь, было интересно Юрец сегодня у вас, понимаешь ли, поныл Извините, пожалуйста Такие дела Ладненько, всем пока Всем спасибо Пока-давай